Продолжение следует... Ангел смерти. Самое смешное то, что... Оказывается, решётка... Вот по логике... По логике, да? Ну, по логике моей. Решётка это вот это. То есть... Вот эта хрень. Вот эта решётка. Вот в тюрьме решётка. Но... Оказывается, никто не говорит, что решётка в полу. Да. Решётка в полу. Жесть. Короче, всем приятного просмотра. Ставьте лайки, чайочек, кофеёчек. А мы, в принципе, приступим, дружочек. И приступим охранника терроризировать. Погнали. Шарики отлично раскатились напротив двери. Так. Тиринь, тиринь, тунь-тунь-тунь. Тиринь, тиринь, тунь-тунь-тунь. Давай. Охрана. Охранник! Давай быстрей, Джорджик. Тилипаешь своей задницей, как этот. Где ключи? Э! Я не сделаю этого. Ну? Я могу дотянуться до ключа. Красава. Давай. А дальше чё, выбираться, да? Ну, не сюда, да? О, блин. Ну чё, валим тогда туда, наверх, наверное, да? Та ёб... Чё за... Э! В смысле? Ну, он сюда вообще? Надо было связать охранника и заткнуть ему рот. Серьёзно? И ты мне только это сейчас говоришь, да? Э. Связанный по рукам и ногам он никуда не тянется. Ага. И тряпка, да? Где тряпка? Подожди. Отличный кляп. Не закричит. Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Так. А. Всё-таки в обратную сторону я был прав, да? А что тут? Ничего. Ну, видимо, ничего. Тут так камера... Хорошо работает, в кавычках. Так. А-а-а. Во. А собаке-то чё, дать пищалку? Блин. Быстрее, пока она занята. Даже с игрушкой она меня не пропустит. В смысле? А-а-а. Состала банку. Так, стоп. Подожди. Не ори ты. Ну? Быстрее, пока она занята. Давай. Есть. А дальше? Заводная мышка. Давай-ка заведём. Подожди. Ключик от мышки. То, что надо, чтобы открыть банку. Ну-у-у, подожди. Собачка, обедать. Ха-ха. Давай, Джорджик, вали. Ти-ти-ти-ти-ти. Давай. Умираемся отсюда нафиг. О, я снова здесь. Серьёзно? Хм. Так, это можно, в принципе, убрать. Секунду. А, подожди. Выходить из этого, что ли? А, ну это если, конечно, логику. А, вот, всё. Вижу. Давай. Я не могу туда залезть, пока во дворе есть охранники. И что ты мне предлагаешь? Я не могу залезть, потому что во дворе охранники. И что ты мне предлагаешь сейчас? Ладно. Ладно. Кто бы мог подумать, что надо делать именно так. Так. А, стоп. Ни за что этого не сделаю. Открыть дверь, чтобы меня поймали? А куда... Стоп, а куда просунуть? А, подожди. Стоп, открыть можно? Заперто. Снизу не пролезть. Подожди, я понял, что заперто. Вперёд, мышка. Скоро сработает сигнализация. К тому времени мне надо быть подальше отсюда. Ну, и... Ну, наконец-то. Залазь. Быстрее, Джордж. Я могу залезть по лиане, пока охранники отвлеклись. А, он сам по лезет. Так. Я на крыше. И где этот священник? Капец. И что мне делать? Сквозь этого идиота проходить? Да уж. Весёлый разгончик у игры, однако. Так. А... Так, 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 подожди. Камень. Где тут палка или камень? Э! Не понял. Тут же что-то должно быть, разве нет? И что за прикол? Алло. Что-то ничего не пойму, ни хера. Какого? Никакого. Какого? Какого? Ну... Блин, еле заметно. Камень, лежащий на крыше. Может, ты его подберёшь? Нет? Камень, лежащий на крыше. Так, подожди. А-а-а, понятно. Так. Поговори со мной, малышка. Ну, отлично. Кто здесь? Какого? Э-э-э, а куда? Блять. В смысле, в окно, что ли? Куда? А-а-а, перепрыгнуть. Фу-то я. Спасибо за игрушки, сестра. Но что нам делать дальше? Молить Бога о чуде? Нет, Джордж. Всего лишь вежливо попросить. Нико! Осторожно. Помнёшь рясу. Что скажет отец Николай? Что ты здесь делаешь? По-моему, спасаю тебя от героической смерти. Спасибо, конечно. Но как ты сюда попала? И что на тебе за одежда? О, Джордж. Ты так долго не звонил мне, что я отчаялась и решила уйти в монастырь. О, Господи. Ты что, и правда монахиня? Спокойно, Джордж. Я шучу. Да, я понял. Ну что, хочешь искупаться? С тобой? Куда угодно. Но как? У меня всё готово. Тогда чего же мы ждём? Как в старые добрые времена, да? Вперёд! Вот так я очутился за решёткой. Понятно. Ты был занят, Джордж. И эта девушка... Как её? Мэнди? Анджела? Анна-Мария. А тебе не приходило в голову, что она водит тебя за нос? Что? Нико? Да она крутит тобой, как хочет. Ты разве не видишь? Нет. Она такая же жертва обстоятельств, как и я. Она прекрасна и удивительна. И вообще, она лучшая, что у меня было в жизни. А если ты не хочешь мне помочь, можешь... Ладно, ладно. Я всего лишь хотела убедиться, насколько ты в ней уверен. Да как в себе, чёрт подери. Хорошо. Итак, всё ясно. Кроме одного. Что нам теперь делать? Прежде всего, нам нужно попасть в мой номер. Поищем ключи. Это я беру на себя. Посмотрим, смогу ли я получить доступ ко всем номерам. Забавно. Здесь нет полицейских. Похоже на западню. Всё будет нормально. Джордж, у меня, конечно, давно не было практики. Но с такой экипировкой, какие проблемы? Удачи. А я пока лучше передохну. Блин, мне... Акцент Нико просто не нравится. И... Вроде персонаж озвучил, но не так, как... Других персонажей. Так. Печалька. Конечно. Мля... Побег из камеры. Весело. Ничего не скажешь. Теперь за Нико играем, да? Ну окей. Так. Секунду, ребят. Ага. Так. Здорово. Чем могу помочь? Ключ давай Извините, сестра, но мест нет Вы, конечно, не оцените Но у нас всегда останавливаются самые яркие мировые знаменитости О, да, та пожилая дама, кажется, писательница детективов Берите выше, я говорю о поп-звездах, спортсменах, телеведущих, а не о толстых писательницах И сейчас у вас есть звездные гости? О, да, Иммон Омара, собственной персоной Я и он, мы в некотором роде... О, в некотором роде Так По правде говоря, мне нужен ключ от двери Иммона В самом деле? Я не могу сказать тебе зачем Но я монахиня, мне можно доверять Только с Иммоном будете разбираться сами Должна заметить, что когда я видела его в последний раз, он был в ужасном настроении По правде говоря, в последний раз он был просто в ужасном настроении То есть? Он был мертв Что? Ушел в мир иной Умер Но как? Самоубийство Бедный мальчик Но я разговаривала с ним час назад Да, это произошло скоропостижно Ему разбили сердце О, Боже! А кстати, он попросил меня передать вам эту фотографию Так значит, перед смертью он думал обо мне? О, да Он сказал Кланяйся от меня Эм... 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 Девушки дежурной Он так сказал? Приблизительно Я не воспроизведу дословно Эм... 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 Так... Угловое окно О, где у нас... Вот это что ли? Угловое окно А, вот это наверное Да? Ну-ка Ну шагай Алло Давай Так, Анна-Мария и я находились в 304 номере Угловом Должно быть здесь Угу Сюда ты не хочешь спуститься, да? И чё? Куда ты? Так, подожди Налево вдоль стены А чё раньше до этого не могли сказать? Что нам идти надо налево вдоль стены, нет? А как? За яйца За карнизу За... За какой карниз? Я не пойму... За это? Подожди Да блин, вы издеваетесь? Обосраться Как это можно пройти? Блин Идите налево вдоль стены, вопрос как? Ну? Стовар, ты придурок? Блин, это лево вдоль стены, блядь, вы серьёзно? Угу, прекрасно Охрененная логика, блин, у игры И чё? Чё-то как-то странно, блядь Стоп Тут есть? И? Блин, как это работает? Алё, блядь, народ Вы серьёзно? Ну чё за тупость? Блядь, он не лезет туда Господи, я думал, что третья часть напрягающая Тут четвёртая часть напрягающая Не знаешь, что тебе делать И? Куда вот вопрос? Да блин, это понятно, что ты хочешь Типа зац... Чё, блин? Ты чё, теперь в любом месте можешь зацепиться Или чё? Почему ты это Напрягаешься, Джордж Ну сюда, наверное Э Пипец, обосраться На балконе четвёртом этаже В смысле, как? Подожди Мы на пятом, походу, да? Ну? А дальше? Нифига Блин, серьёзно, как? Игра, объясни мне, блядь, как? Чё за бред? Чё за бред? Вот серьёзно, как? Серьёзно? В смысле? Э Давай Дальше куда? Да Блядь, как это работает? Вот серьёзно, как? Сержант Вот он Вы серьёзно? И чё? Блядь, смысл? Эм А, спуститься, чтобы меня не запалили, что ли, или как? Ля, в натуре Походу, да? Ильяс Ну да, слушайте, я прав А ты А ты меня А ты меня не заметишь? Ха-ха-ха-ха Придурок, сержант Там тоже, что ли, кто-то есть, или как? Может... Может... Э, в смысле? Это окно, что ли, открывается? Или как? Ээээ, подожди Это, походу, окно, да? Ну... А дальше чё? Куда? Лучше я сохранюсь Мало ли, какая жопа может произойти, да? Так 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 Так, 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 так Попав в какой-то там номер Так, попав в какой-то там номер А где? Опа А где корзина? Возьму на всякий случай А, на улице, что ли? Что это? Выписка с банковского счёта Есть новости, офицер? Нет, сэр, ничего Понятно Я беру командование на себя Ну, сэр, я уже получил приказы А я отдаю новый Ступайте А-а-а, сто бат Нет-нет, не тревожься Отец Николай? Любимый священник И полицейский? Или это другая маска? Не полицейский Я работаю на турецкую военную разведку А, так ты секретный агент Не разложишь, что здесь творится? Всё довольно просто Когда ты прилетел в Стамбул Поступил первый сигнал Думали, ты связан с мафией А-а-а Затем во дворце Тапкапы Ты повёл себя как террорист А-а-а В итоге я решил, что на самом деле Ты всего лишь искатель сокровищ Верный вывод Романтическое занятие Импонирует моему Пристрастию к театру Рад, что спектакль тебе понравился Как бы то ни было, ты свободен Пожалуйста, уезжай Ни в отеле, ни в аэропорте проблем не возникнет Но что с Анной Марией? Её похитили? Похищение слишком драматично Больше похоже на побег Или она просто нашла нового парня Кто знает, ты обязательно найдёшь другую красотку А об этой лучше забыть Нет, здесь кроется нечто другое Поторопись Я не могу надолго гарантировать твою безопасность Твою без опасность Молодец! Мне помог Мевлюд Или отец Николай Серьёзно? Я расскажу тебе обо всём позже Я нашёл выписку из банковского счёта По номеру наверняка можно определить адрес Анны Марии Блин, ну это без... Могли бы без акцента вот этого Какого? Французского Когда она без акцента говорит Так, подожди Компьютер для регистрации Чем могу помочь? Ну давай Да, я частенько тут стою Эм... Эм... Серьёзно? Твою мать Опять этой хернёй заниматься? Да... Весело Однако... Однако... Мда... Ладно Снова КПК И чё, как взломаете это? Ох, если бы я ещё знал... А, ну подожди... Это где? Возле этого что ли? А это... Перпендикулярно Подожди... Цвет На две клетки выше что ли? А возле какого? Здесь что ли? Или нет? По-моему да И через клетку? Или как? Оно сливается Капец, кошмар сливается Это просто... Обосраться Так, подожди А-а-а... Через эту что ли? Или как? Так, и одна... А, две осталось Подожди, а куда она? Приправиться должна О-о-о! Через одну уже проходят Подожди-ка Так... Так... Через вторую тоже проходят А теперь нужно... Так... Наверное, вот это, да? Та-дам! Ну да! Я оказался... Прав... Анна-Мария никогда не упоминала Что живет в Риме Нико, я понял Это адрес в Риме Переулок Сервис Марите 128 Ничего себе Дорогой район Заглянем в гости? Заглянем Вот мы и на месте Переулок Сервис Марите Видишь, Джордж? Ты влюбился в девушку Которая живет в центре Самого романтичного города мира Жаль, что она тебе об этом не сказала Раньше ты не была такой садисткой, Нико? Эээ, в смысле? Эээ А я этот, как его? Чё, Фр... Фрапси подключивает, что ли? Не пойму Так Рим-квартира Оригинально звучит Так Тик-тик-тик Так Теперь у нас типа Рим, да? Чё, будет второй, что ли? Или чё? А, это два выбора, в смысле? Так Бум-бум-бум-бум Бум-бум Так, это кто у нас там? Чё, чувак Эээ, подожди Извините Привет Я Джордж Стопбарт 2Б, 2Т Меня зовут Марк Брат Марк Из седьмой квартиры С лицензией на уборку, а? О, великолепно Это как раз про меня Ты любитель кино, не правда ли? Нет ничего лучше, чем супергерой, совершающий героические поступки Да эти ребята творят чудеса, правда? Чудеса? Ха Ну, что-то вроде того Так Чем я могу вам помочь? Так Квартиру Анну Марит Ты нам не поможешь? Мы ищем квартиру номер 8 по адресу переулок сервис Мариты Вот так совпадение Это же здесь А восьмая квартира прямо рядом с моей Я даже знаю даму, которая ею владеет Простите А кем вы ей приходитесь? Эээ Мы хотим снять квартиру В гостиницах всё забито Неудивительно Ведь через несколько дней состоится Вселенский собор Да, да, Вселенские соборы Мы всегда на них приезжаем Это первый собор за последние 50 лет Мы знаем, поэтому мы и здесь Редко когда на такое попадешь Приятного отдыха И не волнуйтесь, я за вами присматриваю Расскажи мне про твою соседку Вы хорошо с ней знакомы? О, да Приятная девушка Правда, мы редко видимся В смысле? Она редко бывает дома Любит путешествовать А вы не знаете, чем она занимается? Может, знаю, а может и нет А если бы знал, не факт, что сказал бы О Брат Марк А кем ты работаешь, Марк? Я священник Точнее, стану им Пока я только учусь Я и подумал, что ты слишком молод для священника О, спасибо Ты тоже ничего Какой славный парень Очень дружелюбный Ну да А почему ты захотел стать священником? Это очень личный вопрос, Джордж А я тебя почти не знаю Похоже, ты скрытен Нет, я благоразумен А вдруг ты пытаешься выведать тайны церкви? Значит, у церкви есть секреты? Не говори глупости Ха-ха Увлекаешься теориями заговора? Большой брат следит за нами Да, как говорят в монастыре Нет, в монастыре такого не говорили Я имел в виду, что люди не всегда те за кого себя выдают Вон тот бродяга, например Но пахнет он соответствующе Так он пускает пыль в глаза Хм, священник с манией преследования Любопытно Ага Теперь с бродягой А, подожди, машину осмотрите Да блин Машину осмотрите, Джордж Мм, осторожней, пожалуйста, с этой машиной Обожаешь свою машину? Как она блестит Это же та самая машина Она из лучшего фильма всех времен и народов Не зная страха с Люсичу Ух ты Да уж Люсичу водила ее в особой сцене, не вошедшей в фильм Ты, наверное, ей очень дорожишь Если с ней что-нибудь случится, я не переживу Так Ну давайте с бродягой что ли поговорим Ника тут, конечно, страшно выглядит, реально какая-то пацанка Кошмар Извините Нет, 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 нет Это вы, простите Наверное, мне потребуется помощь Я Джордж Стобарт Ну кому-то надо им быть А вы? Достопочтенный Виконт Лонсдейл Но вы можете называть меня Лордом Лонсдейлом Или Милордом Или просто Лонсдейлом Или Арчи Как вам приятнее Такс, окей Что вы знаете о машине Марка? Он получает больше заботы от Марка, чем я от женщин Когда с ней что-то случается, бедный парень просто сходит с ума А слетает с катушек А как вам брат Марк? Скорее брат псих Он думает, что я на разведку работаю Я и на разведку? Я тоже не могу представить А ведь я благородного происхождения Если не ошибаюсь, вы англичанин? В очень наблюдательной, Гарри Особенно для американца Ну я хорошо успевал по всем предметам, кроме домоводства Великолепно Хотя я, например, вообще не учился в школе Нам, Лонсдейлом, это не нужно Мы все получаем при рождении А почему вы в Риме, Арчи? Это длинная история, Грегори Джордж Да-да Итак, пару лет назад я показывал фокусы на улицах Парижа Дядя Арчи, клоун-жонглер Милый, добродушный Арчи Но в один прекрасный день Что же случилось? Джимми-коротышка, вот что Он, как говорится, поймал меня на горячем И... И? Начал шантажировать А потом опозорил Я очень переживал До сих пор переживаю Ага Значит, вы друг друга не очень любите Мне нравится его дразнить, прости, Господи Он начинает краснеть и хлопать перчатками А чем вы занимаетесь? Чтобы сломать человека, доберись до его сути Вот как говорили у нас в Королевской военной академии Или наоборот Так вы настоящий виконт? 148-й в очереди на корону Англии Кажется Королевская кровь поразительна И правда, Жиль, старина Хм Так Знаете что, Джимми? Вы, конечно, расплываетесь Но я все равно все вижу Оставьте мой хлеб в покое Но он такой аппетитный Ворвать у бродяги У вас нет совести Хм Так, ладно Сюда что ли? Я могу помочь? Все нормально Просто пытаюсь пройти внутрь Могу подсказать Нужны ключи Ах, да, конечно Какой же я идиот И правда Какой? Хм Так Симпатичное растение Симпатичное растение Прекрасный итальянский куст Так А как я ее отодвину? Хм Симпатичное растение Подожди Ах Почему? Да направится теперь Такое ощущение, что я забыл что-то сделать Э Так, подожди, может Че Нико скажет? Эй, Нико, можешь мне помочь? Что нужно сделать, Джордж? Эм Видишь заплесневелый хлеб Арчи? Да, Джордж Можешь его принести? Я не буду воровать хлеб у бродяги Если он тебе так нужен Сам его забери Ладно, ладно Я просто спросил Марк очень дружелюбный, правда? Только с тобой, Джордж По-моему, у тебя появился друг Наверное, я просто такой обаятельный парень. Но этого я бы утверждать не стала. Вот и вози тебя после этого в Рим. Ты уже видела гордость Марка? Предпочла бы тот Трабант из Праги. Да уж. А помнишь того охранника? Вот спасибо. До сих пор миящится запах чеснока. Давно это было, Нико. Так как тебе машина? У неё культовый статус. Статус чего? Хоть же машины в мире? Ну, он так не думает. Может, мы сможем это использовать? Может быть. Вот тот братьяга думает, что он Виконт. В самом деле, ему стоило бы меньше пить. С этим он, кажется, опоздал лет на 40. Короче, Ника ничего не сказала, да? Да. Жаль. А, подожди, стоп. Это... Дом номер 128 по переулку Сервис-Морите. Дом Анны-Марии. Ясно. Это неправильный подход. Блин, Джордж, у тебя ничего неправильно, блин. Какого фига? И что делать? Ммм... 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 Блин, может в другом прохождении Нормально что-то сказано Ооо, с этими запарками Это вообще кошмар Ну Хм, симпатичное растение Ты что в этот Двинуть хотел Прекрасный итальянский куст Мда, кошмар Че? Стамбул Так, стоп Так Так Геморройно, геморройно Весело И геморройно Так Как ее смотреть-то Смотреть Это, наверное, самая чистая И самая крошечная машина в мире Хм, значит, это любимая машина Марка Ее водила знаменитая Люси Чу Поэтому она в таком хорошем состоянии Че? Эй Отойди от моей машины Я ее только что натер воском Простите, я не знал Посмотри, как она блестит Догадаться несложно Хорошо, я понял Так А броняга больше ничего не скажет Да Приветствую, Арчи Есть минутка Для вас, мой дорогой Джордж Нет То есть Да А у вас есть еда получше, чем заплесневелый хлеб? В нем полно витаминов, юноша В пустыне мы ели хлеб 30-дневной давности И бульон из своих носков Что ты думаешь об этом? Кошмарно Что это? Это складная клюшка для гольфа Складная? Но зачем? Чтобы умещалась в кармане Не обижайтесь, мой мальчик Но вам надо поменять хобби Хм Клюшка для хоббита, да? Так Стоп А как тогда? Хм Симпатичное растение В смысле? А как его отодвинуть-то, а? Цветок Что за? Хм Симпатичное растение Блин, вы серьезно? Или опять о машине спросить? Эй, Марк Есть минутка Для тебя, Джордж Все что угодно Ого Дверь ведущая в коридор Заперта У тебя случайно нет ключа? Есть Но я не даю его незнакомым Может у тебя есть запасной? Есть Но я не скажу вам где он Ага Ясно Что же такого особенного В «Не зная страха»? О, это сумасшедшее путешествие в мир Китча Потрясающе Согласен К тому же это одно из самых точных изображений работы под прикрытием Прикольно Не верится, что священник увлекается такой актрисой, как Люси Чу Она сильная женщина Отличный пример для подражания Понятно Она знает, чего хочет и никого не слушает Уважаю Есть Бог И есть Люси Чу А не она ли играла в том сомнительном французском фильме «Родильная горячка»? Не суди, Джордж Да не судим будешь Хм Хорошие слова А какие еще фильмы тебе нравятся? Ну, «Жёсткий орешек», «Недобрые парни», «Идентификация порно» Но круче всего, «Не зная страха» Так зачем же ты стал священником? Я не приемлю насилие Конечно Ха-ха, прикольные отсылки «Инди... идентификация порно» Ха-ха-ха-ха Рассмешиво, рассмешиво «Марк, у меня есть кое-что, что должно тебе понравиться» «Джордж, ты оказался темной лошадкой» «Что?» «В общем, у меня есть фотография Люси Чу» «О, Джордж, она прекрасна! Я так тебе завидую! Прости, господи» «Я бы не рассчитывал на это» «Ха-ха-ха» «А кто такой этот Арчи?» «Ммм... старый пьяница и распутник» «Хотя, возможно, это всего лишь прикрытие» «Прикрытие чего?» «Может, он работает на британскую разведку или на контрразведку?» «Вокруг полно шпионов» «Ты так думаешь?» «Открой глаза, друг мой, и присмотрись к тому, что творится в мире» «Понятно, может, и я шпион» «Не думаю» «Но посмотри на Арчи» «Это же пантера, замершая перед прыжком» «По-моему, пантера просто пьяна» «Никогда не верьте человеку, который моется раз в году» «Так» «Что, теперь доступно?» «Что?» «Ммм... симпатичное растение» «Не понял» «Здесь это не сработает» «Начем с Нико поговорить» «Эй, Нико, можешь мне помочь?» «Что нужно сделать, Джордж» «Та ёп... парацетэ» «Та ёп... парацетэ» «Та ёп... парацетэ» «даа... и как это проходить?» Прекрасный итальянский куст Прекрасный итальянский куст Дверь заперта, мне нужен ключ Я понимаю, но как отодвинуть сраный горшок? Чего? В смысле? Громкоговоритель, а для чего? Не понял Это тоже нужно? Попробуем нажать кнопку Говорите Простите, я еще знакомая, она блондинка, рост около метра шестидесяти, зовут Анна Мария Вы не в той части города, поищите себе подружку у реки Весело Почти Чего? Попробуем нажать кнопку Да Простите, вы не знаете, где переулок Сервис Мариты? Может А может быть и нет Разве это не переулок Сервис Мариты? Тогда зачем вы спрашиваете? Хм Так Это, наверное, самая чистая и самая крошечная машина в мире Прекрасно Прекрасно О, как этот, блин, кулек отодвинуть, а? Приветствую, Арчи Есть минутка Для вас, мой дорогой Джордж, нет То есть, да Наконец-то Брат Марк сказал, что есть запасной ключ от коридора Вы не знаете, где он спрятан? Ключ, да Я знаю, где он спрятан И где же? Что? Где ключ? Ключ? Да там же, где всегда Под цветочным горшком Слева от двери Но тебе до него не добраться Этот священник очень бдителен Посмотрим Эй, Арчи Вы, похоже, немного отвлеклись Бла-бла-бла Бла-бла Бла Вам кажется, понравилась моя подруга? Какая девушка Лицо ангела Фигура валькирии Хорошо, что не наоборот, да? Напоминает мне мою милую жену О, с ней что-то случилось? Вторая мировая война, вот что Зима сорок третьего Мы с генералом Лизом Против кессель-ринга Двойна одного? Неплохо Я был аутсайдером Пострадал И дома с тех пор не был Вас ранили? Сочувствую Ранили? Не смеши Нет, я напился Бежал с медсестрой И открыл бар в Полермо У вас большое сердце, Арчи Зато почти не осталось печени Или только большое Сердце Так Да, кто бы знал Что нужно С бродягой поговорить Эй Руки прочь от моих кустов Я не трогал твои кусты Но сразу видно Собирался Надо его как-то отвлечь Давай Можешь попробовать Обаять Марка Чтобы он впустил нас в квартиру В смысле? Ну, используй свои женские штучки Чтобы заполучить ключ от коридора Неужели ты думаешь Что это сработает? Конечно Он же мужчина Бомж просто кайфует Мда Эй, ты Я же тебе сказал Что же делать Если я так люблю кусты? Смотри Но руками не трогай Так, не понял Ааа Блин Стоп Можешь попробовать Обаять Марка Чтобы он впустил нас в квартиру В смысле? Ну, используй свои женские штучки Чтобы заполучить ключ от коридора Неужели ты думаешь Что это сработает? Конечно Он же мужчина Эй Отлично, Нико Теперь хлеб мой Так Ахахаха Серьезно? Так Грязная уловка Но должна сработать О нет Люси Моя малышка Кыш Кыш Прочь отсюда Это его займет Так Валим Валим Ну Вот он Забирай Забирай И отодвигай Обратно Так Погнали Что на второй этаж Что ли Валить? Или на какой? Тут столько этажей Что Обосраться Так Какой из этих? Черт Забирай Этот что ли? Нико Я выйду на улицу Поищу другой вход В квартиру Оставайся здесь И смотри Не идет ли кто-нибудь Есть, сэр Конечно, сэр Что-то не так? А ты не думал Попробовать спросить А не приказывать? Эй Ты права Извини Чем бы ты хотела заняться, Нико? Может Я послежу за коридором? Отличная идея Так и сделаем Так Кстати Музыка По-моему Как с третьей части Если я не ошибаюсь Эээ Ну Эй А в какую сторону В эту? В эту? Ну Не понял Те-те-ре-ту-ту 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 Ну Спускайся Давай Эээ Джордж В смысле? В смысле? Или сюда А куда? Серьёзно? Да В смысле? А как ты это сделаешь? Эээ. Тут же забор как раз сломан. Чё за фигня? Капец. Никто и не говорил, что вначале надо... Прикольный момент. Бомж на нас смотрит, серьёзно? Здорово, чувак, я тут ассасинством занимаюсь. Не обращай внимания, я ассасин. Парижская версия. Так, стоп. Точнее, Брокен Сорт версия. Так, погнали. Внутрь, да? Опа. Стоп. Что? В смысле? Ты чё? Ты чё, тётя? Что? Что? Боишься, что ли? Ти-ти-ти-ти-ти. Быстрей! Ну? Она чё, реально нас столкнёт? Валим тогда. Да. Я бы не хотел, чтобы меня монашка столкнула. Заперто. Логично же, что заперто, да? Ти-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни. Сюда. Может, ты зайдёшь? Нет? Ну, заходи. Чёрт! Столько работы, и всё впустую. Дверь заперта. Должен быть какой-то способ. Я в курсе. Так. Серьёзно, клюшку? Ну, ни за что этого не сделаю. Так, подожди. Боже, Зусов. Ага. Ещё одну очко в пользу Стобарта. Е-бой. Да. Открывай, заходи. Ура! Отлично. Отлично, Джордж. Давай посмотрим, что она за человек. О! Компик у неё. Неплохой домик у неё, я бы сказал. Так, а вот тут, в принципе, можно сохранить. Рим, отель. Отель, Рим, да? Так. Чё, два сохранения, что ли, сделать. Ну, да. На компьютере Анны-Марии мало что есть. Ярлыки для просмотра видео и доступа в интернет. Даже игр нет. Ха! И чё нам делать? Так, забираем... Какую фотографию? А, вот. О, с... Ну, да, мы, в принципе... Просто не верится. Это фотография Анны-Марии в одежде монахини. Симпатичная монахиня. Очень симпатичная. Так в чём дело? Это монахиня Анна-Мария. Не может быть. Ещё как может. К сожалению, может. С ума сойти. Ты встречался с монахиней, Джордж? Слушай, когда я с ней познакомился, на ней не было рясы. В некоторых странах за такое полагается смертная казнь. Может, она не монахиня? Может, это фотография с маскарада? Ну, да. А те громилы, напавшие на вас в Нью-Йорке, семь гномов. Ладно, повеселились и хватит. Дело серьёзное. Ты прав, Джордж. Извини. А перед чем она стоит? Кажется, написано... Момента Мори. Похоже, это часть Ватиканской стены. Отлично. Их там километры. Да, тянутся. Нужно как-то сузить радиус поисков. Я возьму это. Никогда не знаешь, что может пригодиться. Жаль, что костюм монахини в Стамбуле. Он мог бы пригодиться. Он тебе не шёл. Ну, конечно. Ты же у нас эксперт. Смешно. Очень смешно. Классная подколка. Так. Изучаем часы на камине. Какие? Вот эти, что ли? А чё на них? Простые, но прекрасно сделанные итальянские часы. Часы остановились в 10.10. С тех пор Анны Марии здесь не было. Иначе она снова завела бы их. Завела. Зацепила меня. Хм, современный ноутбук. С DVD-приводом. Похоже, монахиням неплохо платят. Компьютер современный. А часы она завести не может. Мда. Так. Полка с книгами. Смотрим, чё. Естествознание и религия. Ничего не понимаю. Нет, это очень важно, Джородж. Думаю, нужно их почитать. Почитай. Посчитай. Посчитай. Так. Ммм, чё, на кухне что-то? А что на кухне может быть? Так, стоп, стоп, стоп. О, чё-то нашёл на кухне. Куда ты идёшь, Джордж? Мать твою. Обрывок авиабилета. Откуда? Из Феникса в Аризоне. Пару недель назад. Что она делала в Фениксе? Слёт монахинь? Очень смешно. Так. Блядь. Вишнее сохранение сделал. Ну, чё... Чё ты будешь делать, а? Так. Так. Чё там дальше у нас тут? В спальню нам идти надо, что ли, да? Так. Угу. Угу. Чё? А, понятно. Так. А что в спальне? Угу. Билет на метро и... Какая-то пыль. А куда билет? До станции... Музея Ватикании. По-моему, это где-то у стен Ватикана. Может, фотография была сделана где-то рядом? Хм. Туалет. Туалет. Привет. Так. А чё в этой, как в книжке? Чё он про к ним? Видимо, Анна-Мария читала её перед отъездом. Книга на итальянском. Я не понимаю ни слова. Мда. Ки-глова. Угу. Угу. Чё, выходим, что ли, из хаты? Ну, выходим. Теперь у меня достаточно информации. Нико, я собираюсь разузнать побольше о монахинях. Хорошо. Я останусь тут, покопаюсь в книгах. Не хочешь пойти со мной? Нет, спасибо. Я подожду тебя здесь. Ага, так ты всё-таки сумел проникнуть внутрь? Да, спасибо. И даже через дверь? Ага. С помощью ключа? Да, кстати, о ключе. Он всё это время был у меня в кармане. Вижу, ты тут чувствуешь себя как дома. Да, как говорится, в Риме... Что в Риме? В Риме... Чувствуй себя как дома. Хм, полагаю, ты не знаешь, когда вернётся Анна-Мария. У меня для неё посылка. Возможно, её долго не будет. Лучше отдай её мне. Нет уж, я её пока подержу у себя. Не хотел бы, чтобы она попала не в те руки. До свидания. Хм, счастливо. Да, фигово. Посылка, значит, у чувака, да? Ватикан. Серьёзно? Ладно. Валим вниз. Ночь. Автоматически. Погнали, чё. В смысле, подожди. А, ну, лучше так, ладно. Куда направиться теперь? В Ватикан там типа куда? Ну да. Поеду в Ватикан. Прям поедешь. А хрен его знает, чё за этими стенами, Джош. За стенами нету края, за стенами умираем. Ого. Ага. И чё нам? Жёлтую табличку. А-а-а. Ну, давай. Изучим. Дощечка гласит. Монастырь Ордена Святого Михаила. То есть, это монастырь? То, что Анна Мария Монахиня, становится слишком вероятной. Так. Окей. Простите, сэр. Вход на территорию ограничен. Если вам нужен вход в Ватикан, обратитесь в справочную службу. Вот вздор. Да я приехал с Техаса. Ищу тут свою первую любовь. Да она сорвалась. И присоединилась к вам, добрые люди, как раз тогда, когда мы должны были пожениться. Какое отделение? Да я же не знаю. Где монашки, я так думаю? Не трудитесь казаться смешным, сэр. Хотите нарваться на неприятности? Да блин, нет. У меня неприятности и так по самое не хочу. Глянь там, Эмелину. Очень правдоподобно. Отделение монашек. Будешь продолжать в том же духе, окажешься за решёткой. Понятно? Правду люди говорят. Европа Америки больше не друг. О, шутник. Чё, говорит с этой, что ли? С монахиней? Ну да. Ээээ, куда ты пошёл? Сюда. Привет. Ку-ку. Здрасте. Извините. Да? Вы не могли бы ответить на несколько моих вопросов? Нет. Не могла бы. О, какая жалость. Я так молился, чтобы вы смогли. Я надеюсь, молились от всей души? Земных поклонов, конечно, не бил, но... Ладно. Раз уж вы, наконец, соблаговолели задать мне вопрос в нормальной форме, я уделю вам несколько минут. Такс, давай. Что вы знаете о благочестивом ордене святого Михаила? Производство было основано много веков назад. Вы ничего больше не можете сказать об ордене? Если хотите узнать подробности, задавайте вопросы напрямую. Мне нужно продолжать работу. Да, я не сомневался. Вы когда-нибудь видели эту женщину? Нет, никогда. Вы уверены? Кажется, на фотографии вход в благочестивый орден. Вы намекаете, что я лгу? Нет, простите. Ни в коем случае. Если хотите знать, я здесь не очень давно работаю. Возможно, она была здесь до моего появления. Так, зоня проход. Так что это вообще за место? Это не ваше дело. Да ладно вам. Тут же, в конце концов, не тайная обитель зла. Кто знает. Так что такая монахиня, как вы, делаете в таком месте, как это? Вопрос с ироничным подтекстом? Ну, вообще-то я собирался держать себя в руках, но, кажется, все же сорвался. Мне не нравится острословие. Что, совсем? Веселье отвлекает от движения ко внутренней гармонии. Слышали анекдот про актрису и епископа? Нет. И не желаю. Вам же хуже, сестричка. Для вас сестра Анжелика. Бывает. Так чем вы здесь занимаетесь? Я в ответе за сестер своих. Когда у них проблемы, они обращаются ко мне. Так. Окей. Спасибо за то, что уделили мне время. Не за что. Не за что. Э, так, подожди. А как выйти дальше? А, понятно. Так. Тири-ти-ри. Звон. Да, блин, звоночек, давай. Сэр? О, да. Я тут подумал. Может, вы мне сможете помочь? Я сделаю все, что в моих силах. Я сестра Сирена. Что такое? Ну, ты покруче. А ну, расскажи. Что вы знаете о благочестивом ордене святого Михаила? Я состою в этом ордене. То есть, это здание является частью монастыря ордена? Верно. Несмотря на раздельное существование, мы находимся под покровом благочестивого ордена святого Михаила. Должно быть, хорошо вас накрыло. Нас ничем не накрыло. О. Под покровом, значит, под защитой. Конечно. Угу. Возможно, вы мне можете рассказать, что это за место? Да. Здесь находится Просвирная сестер Милосердия. Уже 70 лет мы делаем Просвиры. Нас даже называют Просвирными сестрами. Так. А, Просвира. Такая небольшая вафля, которую едят в церкви. Просвира – скромное напоминание о хлебе, чудом преображения, представшим телом Христовым. Ну да, я это и имел в виду. Угу. Вы когда-нибудь видели эту женщину? Не узнаю ее лицо. Но я здесь всего лишь год. Возможно, она была здесь до меня. Возможно. Спасибо за то, что уделили мне время. Мне тоже было приятно. Правда? Да, конечно. 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 Угу. Понятно. Они ничего не знают, да? Весело. А как выйти? Так. Вот так? Да, направиться теперь. Квартира Анны или как-то. Да. Я вернусь в квартиру Анны Марии. Так. Ага. Ну, отлично. Так. Сейчас Ника можно поговорить о чем-то? Нико. Нико. Можешь мне помочь? Что нужно сделать, Джордж? Книги интересные? Ну, это очень специальная литература. Понимаешь, Джордж? Что-то не стыкуется. Бывает. Книги интересные? Ну, это очень специальная литература. Понимаешь, Джордж? Что-то не стыкуется. Блин, говорила бы ты без акцента, мать. Как думаешь, Нико, что происходит? Ты правда хочешь знать? Конечно. Но сначала я думала, что тебя обманом вовлекли в какое-то ограбление. А теперь? Теперь я думаю, что всё намного хуже. Думаю, ты впутался в какой-то заговор. Нелегальные поставки, аферы или ещё хуже. Последний раз у тебя что-нибудь спрашиваю. Как думаешь, Нико, что происходит? Ты правда хочешь знать? Конечно. Но сначала я думала, что тебя обманом вовлекли в какое-то ограбление. Повтор пошёл. А теперь? Теперь я думаю, что всё намного хуже. Думаю, ты впутался в какой-то заговор. Нелегальные поставки, аферы или ещё хуже. Последний раз у тебя что-нибудь спрашиваю. Окей. Ну, погнали тогда взламывать. Опять снова взламывать всё это дерьмо. Так. Угу. Вертикально должно идти. Типа. Ага. Подожди. Подожди. А-а. А, во как. Что? А как оно может так идти? Подожди-ка. Серьёзно? Как-то странно. Бля, вообще не видно нифига. А-а. Может разделитель имеется в виду? А-а. А если разделитель взять? Не, он только так идёт, да? Да, печально. Печально. Уф, 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 уф. Нифига не вижу. Так, ну разделитель походу где-то тут, да? Не могу понять, а почему он не разделяет до конца? А-а. Подожди. Может имеется в виду вот этот? А ну-ка. Во. Так, а куда его? Вот сюда. Вот сюда. А зачем нам делать? А, тройной нам не надо делать, да? Или тройной имеется в виду? Стополи имеется в виду? Нет. Ага, разделитель почему-то сделали здесь. Только надо, походу, его повыше поднять. Стопа. В смысле повыше, ещё выше что ли? Только стопа. Только стопа. И? Почему? Во как. Только стопа. Почему тогда он? А, прям на эту. Во как. Так. А куда-то, да? Палкой сюда? А-а. Разделитель. Чё, в смысле, а как он разделить-то будет? А-а. Тройной. Ай, блядь. Подожди, а как он работает-то будет? А как через тут, чтобы прошло? Ну, этот вроде я правильно сделал. Так, разделитель тройной я вроде сделал. А как теперь сделать так, чтобы там шло? Так, ну там не двойной узел должен идти, да? А почему он идёт как этот? Блядь, я что-то нихрена не вижу, отвечаю. Так. Там разделитель, я его сделал, это сделал. А! И трубку какую-то вот эту сделать здесь? Раз. Ого, стоп. Ого! А что ещё не хватает? Не пойму. Ещё одной трубки, что ли, или как? Стоп. А через какой? Вроде же через весь компьютер идёт. Через все компы. А чё за фигня? Да. Э, а почему лишнее? В смысле, а почему поток идёт в одну сторону? Алло. Наконец-то! Поток должен идти в этот. В одну сторону. Так. Есть. Телефон просверленный. 0-0-3-9-0-6-6-9-8-1-5-9-5-6. Угу. Теперь снова в монастырь? Серьёзно? Ну, пошли. Ага, то есть ты уже Нико не будешь предупреждать, да? Один раз предупредил, типа и хватит, да? Ладно, окей. Так, подожди, они ближе тут будут перейти? Давай. По-моему, ближе. Ну? Да направится теперь. Поеду в Ватикан. ТЕЛЕВ an Отлично. Так. ТЕДНИНИНИНИНИНИНИНИНИНИНИНИЙ ТЕДНИНИНИНИНИНИНИИИИ, ТЕДНИНИНИНИНИННИМ.. Добрый день, сестра Анжелика. Снова вы? И что на этот раз? Понятно. Ничего она толком не сказала. Спасибо за то, что уделили мне время. Не за что. Так, подожди. И что, здесь что ли? Смотреть. Ало, просвирная сестер милосердия. Говорит сестра Сирена. Чем могу помочь? А, вот как надо было сделать. Я бы хотел поговорить с сестрой Анжеликой из Ордена Сестер Милосердия. Да, конечно. Как вас представить? Это брат Ангус из монастыря Святого Перегрина. Одну минутку. Сестра Анжелика, вам звонят. Так. Это ее план на день. Похоже, должен приехать инспектор здравоохранения. Вот и она. Пора вернуть его туда, где взял. Погнали. Добрый день, сестра Анжелика. Снова вы. И что на этот раз? Я инспектор. Так, меня зовут Кенри Штайнер, и я инспектор здравоохранения. Но вы должны были появиться только завтра. И они каждый раз в это верят. Это в высшей степени не кстати. Мы не подготовились. Вы должны быть всегда готовы. Посмотрим, что скажет ваш главный. Большое спасибо, сестра. Сестры милосердия приветствуют вас, господин Штайнер. Вам повезло. Мы как раз собирались запустить партию. Моя помощница, сестра Сирена, проведет для вас ознакомительную экскурсию. Надеюсь, что я увижу абсолютно все. Без исключений. Конечно. Идите за мной, пожалуйста. Лучше Геру Штайнеру не останавливаться, пока я не найду дороги отсюда в монастырь. Наша фабрика является основным центром производства просфир в Риме вот уже 80 лет. В 2000 году было решено автоматизировать производство. Так появился аппарат СОПРИЧАСНИК 5СС. СОПРИЧАСНИК 5СС? Ну, да. Дальше? Этот аппарат произвел промышленную революцию. И благодаря ему был оптимизирован весь процесс. Сначала все ингредиенты смешиваются, и получается тесто. Тесто попадает на конвейер, а потом под резак. От резака печенье... Стоп! Ох... Пищи сказали печенье. То есть просфиры. Да, именно. Продолжайте. После просфиры попадают в духовки, где запекаются. После духовок они остывают на свежем воздухе. Потом просфиры упаковывают и отправляют по всему миру. Спасибо вам за то, что посетили нас. Надеемся, вам понравится в нашем прекрасном городе. Так, подожди. Так... Что там? Посветлые коробки. Так, сейчас. Да, блин. Какой посветлые коробки? Не трогайте эти коробки, мистер Штайнер. Для чего они? Никогда нельзя предугадать, когда в церкви кончится просфира и вино. То ведь к причащению готовится заранее, нет? Всякое может случиться. Цунами, наводнение, пожар. Божье возмездие. Именно. Блин, так эту коробку надо прокинуть. Какую еще? Подожди. Тупая камера. Стоп. Да-да-да, доходи. Доходи, блин. Тупая медсестра, доходи. Ой, монахиня. Блин, быстрей. Давай. Я не притронусь к ним, пока сестра Силба может идти за мной. А-а-а, в смысле, она наблюдает. Вы куда-то собрались, мистер Штайнер? Доверяй, но дважды проверяй. Вот мой девиз. Боюсь, вниз вам нельзя. Чтобы войти в монастырь, требуется разрешение от папы. Даже сам папа не может стать преградой на пути здравоохранения. Боюсь, еще как может. Прощайте. О, боже. Если бы я только мог от нее избавиться. Так, подожди, наверху, что ли, коробка или где? Может, реально имеется в виду наверху? Быстрей. Может, не та коробка, реально? Тайопоросоте. Серьезно? Блин. Ничего. Подожди. Какое отношение это место имеет к благочестивому ордену? О, фабрика. О, фабрика располагается на землях, принадлежащих ордену. А это здание используют для производства просфир. А монахи ордена? А монахи ордена могут здесь появляться? Хм. 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 Нет, благодарения Господу. Только епископам и кардиналам позволено здесь находиться. Ну и, конечно же, монахиням. У нас продуманная система обеспечения чиста. А как моют чаны для смещивания? О, вам понравится. Каждую неделю мы устраиваем соревнования. И победительница залезает внутрь чана с ёршиком. Хм. Какое правильное здоровое развлечение. Хм. Хм. Эти рызаки. Каков коэффициент летальности отдельно взятого лезвия? Что? Соотношение между операциями обрезания и зафиксированными летальными исходами. Эм. Эм. Наши безопасны? О, да. Безопасны? Абсолютно. Они безопасны? Эм. Эм. Нет. Они безопасны. Они небезопасны? Нет, они опасны. Опасны? Чрезвычайно опасны. То есть они небезопасны? Нет, небезопасны. Даже очень опасны. Понятно. Но они... Безопасны? Да. Они совершенно безопасны. Безопасны. Да, очень-очень безопасным. Отлично. Простой вопрос, простой ответ. То, что нужно. Гениально. Духовки. В них когда-нибудь готовят пиццу? Что? Мне просто интересно. Я бы на вашем месте готовил. Мы? Нет. Они же для святых просвер, а не для пиццы. Хороший ответ на хитрый вопрос. Не тирай бдительности, сестра. Поднос, на котором охлаждаются просверы. Вы бы здесь пообедали? Ни в коем случае. Ага. Что, недостаточно чисто? Нет, конечно нет. Тут же просверы. Но вы смогли бы его облизать? Мистер Штайнер, облизать? Да, сестра. Облизать смогли бы? Ни за что. Очень хорошо. Девять из десяти за праведный гнев. Превосходный результат. Ха-ха. Как отсюда можно войти в монастырь Ордена? Только в одном месте. Через заднюю дверь. Но сестра Анжелика должно быть пристально за ним наблюдает. Никогда ведь не знаешь, кто постучится в твою дверь. Какая хорошая мысль. Чистота не дремлет. Может быть. Хорошо. Спасибо, сестра. Я не притронусь к ним, пока сестра Сирена наблюдает за мной. Да, блин. Давай. Вот это нагромождение ящиков представляет опасность для жизни. Легкий толчок и весь пол будет усыпан просверами. Пожалуйста, убедитесь, что риска нет. Конечно. Я проверю их прямо сейчас. Там... Лена убирает коробки. Сейчас ей не до меня. Да. Это... Неправильный подход. Коробка перетянута фирменной лентой. Вряд ли я смогу открыть ее просто так. На столе? В смысле? Вот это? А-а-а! Подожди. Нет-нет-нет. Так не пойдет. Смотрите, как просто я могу уронить эти коробки. Простите, мистер Штайнер. Я сейчас же все исправлю. В ваших руках, моя дорогая, невинные исчезни. Да, это нехорошо. Но зато как приятно. Ну... Давай. Это ее точно шокирует. Сестра Сирена, можно вас на минуту? Хе-хе-хе. Что это такое? О-о-о! Бог мой! Как-как же такое? Не могу поверить! В пункте 3 статьи 7 6 раздела устава ясно сказано, что все упаковочные территории должны быть строго отделены от мест потребления пищей. Я не знаю как. Этого не может быть. Я никогда... Это явное нарушение, за которое будет наложено серьезное взыскание. Пожалуйста, позвольте мне все убрать. Я вымою все по два раза. И я не хочу снова полировать подсвечники. Хе-хе. Полировать подсвечники? Вам грозит тюремное заключение. Тюрьма? Матерь Божья! Прекратить это показательное выступление. Но я так виновата. Никто не спорит. Впрочем... Да? Если вы гарантируете, что в этом помещении не останется ни единого намека на еду, обещаю пересмотреть свое решение. О, спасибо. Спасибо! Я быстро! Здесь не должно остаться ни единого пятнышка. Конечно! Конечно! Ничего, если какое-то время вы погуляете здесь один. Хм... Раз ведь так на этом настаиваете. Отлично. Теперь мне никто не мешает. Угу. Так. А где нож? Так. Это я возьму. Спасибо. Маленькая бутылочка красного вина. Весьма элегантно. Угу. Так. Сейчас попробуем отвлечь это все. Так. Угу. 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 Так. В мешалку можно посмотреть. Огромные лезвия вращаются и перемешивают свежую порцию теста. Но нам не... Не это нужно. Я очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-очень-вредный инспектор здравоохранения. Теперь остается только подождать. Хм. Хм. Я не буду совать сюда руку. Думаю, новые виды просвер никому не нужны. Особенно со вкусом пальцев. Ха-ха-ха. Да ты прям шутник. Джордж. Вафельки с пальцами. Да. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Так. А чё дальше-то? А-а-а. Так, сестра Сирена. Вот и новая порция подошла. Уверена, вы высоко цените совершенство, мистер Штайнер. Вы правы. Правда, я с ним нечасто встречаюсь. Особенно не люблю лапшу. Лапшу? Будьте здоровы. Хм. Ну вот. Следующая порция классических просвер. Ха-ха-ха. Мухаммад, дорогая. Таков цвет совершенства? Я... Но... Как? Как так могло получиться? Два слова, сестра Анжелика. Первое. Халатность. Второе. Небрежность. Но автомат чистили каждый день. В данном контексте чистота не есть синоним благочестия. У меня нет другого выбора. Я вынужден прикрыть эту богадельню. Пожалуйста. Нет. Только не это. Как шаль, что мне тут с самого начала не были рады. О, мистер Штайнер. Может, мы можем что-то сделать? Так редко доводится в последнее время слышать слово «простите». Не так ли, сестра? Простите? О, я поняла. Мистер Штайнер, я сожалею об этом ужасном упущении. Вы это прочувствовали? Да, 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 да. Всем существом. Ну, полагаю, что если вы запомните это чувство, я пересмотрю имевший место инцидент. Впредь, все должно быть безупречно. Не сомневайтесь, чувствуйте себя как дома, а мы сейчас все исправим. Исправляйте, исправляйте. Пока я тут... Так. Заперта. Угу. Сестра Анжелика закрыла дверь своего кабинета на замок. Быть может, она не доверяет мне? Ладно. А дальше-то что? Окно. Ох, ты шею. Та, кашу тут уноси. Мхм. Такс. Это, получается, уже у нас монастырь, да? Погнали, че. Так. Ну, естественно, будет... Черт, здесь заперто. Мне не по душе идея перелезать через решетку с такими шипами. Ага, погнали. Ты издеваешься? Давай. Ну, понятно, куда идти. Это, в принципе, вполне логично. Здесь че, еще и стелс будет, что ли? А, так вы не говорите, что стелс, пожалуйста. Так. Та. 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 Джоарш. Ну, что за херню-то делаешь? Ё-про-с-э-тэ. На самом интересном месте, блин. Давай. Ну, в смысле? Капец. Черт, в саду полно монахов. Угу. Так, подожди, а как надо обойти? Так, этот палец там, допустим. А-а-а, во как. Так. Так, на какую вазу, подожди. А-а-а. А-а-а. А-а-а-а. Подожди. Иди с дороги, идиот. Стоп. Не понял. А почему... Да ну нафиг. Стоп, что-то я не понял. В какую левую сторону... за кусты? А, какие кусты? Подожди За какие нахер кусты? Я что, реально смогу пробежать? Серьезно? Вопрос как? Блин, как это проходить? Блин, быстрей! Ну! Блять! Фух, вали, вали, вали! Капец, мне повезло! Конкретно повезло! Фух, манать этот стелс! Реально этот стелс меня подбешивает просто! Так... Хорошо, погнали! Так, какой-то заговор очередной... Стоп! Подожди, что там? А, это не здесь! Так... Ага... Чего? Чего? Что, реально это кабинет? Либо эта дверь очень тяжелая, либо заперта! Скорее, вторая! Ну! Джордж, не тупи! Давай, погнали тогда туда! Там, чувак, вот эта дверь, да? Джекпот! Давай! Ммм... Шикарно! Неправильную работу я выбрал! Неординарный вкус в живописи! Хм... Так, какой там открыть надо было? И открываем правый верхний ящик! Ну, погнали! Ну, погнали! Так, чё там у нас? На папке имя Анны Марии! Чего? Кто это? Ну? Что вы тут делаете? Обслуживание офисов! Обычная проверка! Что? Монсеньор Девлин! С этими, по-любому, всё в порядке! Как бы вы прокомментировали наше гарантийное обслуживание? Звали ваше преосвященство! Проводите этого джентльмена на улицу! Полагаю, он заблудился! Оу, последнее! Что вам известно об Анне Марии? Что? Выкиньте его отсюда! Сейчас же! И убедитесь, что эти двери надёжно заперты! Дабы впредь подобное не повторилось! А, отец Грегор! Его преосвященство, он? Специалист по бурям в стакане воды! Обслуживание офисов? И это всё, на что хватило вашей фантазии! Да, ни в какие ворота! И кто вы сейчас? Журналист? Юрист! Что вас связывает с Анной Марией? Я общался с неё в Нью-Йорке! Кто-то пытался убить её! Вы пьющая! Ну да, мафия, представляете? В любом случае, я слышал, что она тут работает! Скажите ему, мансиньор! Анна-Мария действительно имела отношение к нашему ордену! Она работала в библиотеке! Два года назад она украла несколько манускриптов! И испарилась! Мы утаили этот скандал от прессы! Кардинал был в ярости! Он требовал найти её и призвать к ответу! А он страшен в гневе! Да, страшнее не придумаешь! Мы всегда опасались худшего! Бедное, испорченное дитя! Но это не может выплыть наружу, сэр! Вот моя визитная карточка! Но прошу вас, никакой огласки! Понимаю! До свидания, святой отец! До свидания, мансиньор! Итак, дело начинает проясняться! По крайней мере, Анна Мария не была монахиней, когда мы... Пора возвращаться к Нико! А, автоматически? Да! Эй, Нико! Я кое-что узнал об Анне Марии! Правда? Она не монахиня! Во всяком случае, уже не монахиня! Я перешла к такому же выводу! У монахини не было бы полной полки книг по физике элементарных частиц! Угу... Такс! Хорошо! Хорошо! Это хорошо! Так... А вот стелс это плохо! Так... Надо лишнее поудалять... Надо лишнее поудалять... Надо лишнее поудалять... Чего? Так... Так... Куда-то мы, получается, прошли... Походу, что да... Так... Ага... С Марком, значит... Та самая посылка, да? Ну, это, в принципе, логично... Эй, Нико, можешь мне помочь? Что нужно сделать, Джордж? Так... А, всё, мы уже поговорили на всю тему... Ну... Ладно... Поговорили, так поговорили... О! Отлично! Можно сейчас вот здесь кое-что пройти и... На этом закончить это... Рассказ... Так, подожди, внизу... А внизу это где? А, подожди... Где он там живёт? Он же сказал, рядом живёт, да? Так, стоп, где? Это? Или это? Так, стоп... Попробуем нажать кнопку... Да... Простите, я пытаюсь разыскать знакомую... И кого же? Её зовут Анна Мария... Она где-то здесь живёт... Светлые волосы... Зелёные глаза... Да... Хорошая фигура... Возможно... Ха... Никогда её не видела... Но... Ладно, а где тот чувак живёт-то? Подожди... Не пойму... А, подожди, вот здесь, наверное, да? А... А ну-ка... Открой... Попробуем нажать кнопку... Да... Простите, не подскажете, где найти... Вы что-то продаёте? Нет, вовсе нет, я... Значит, всё-таки продаёте! Все вы одинаковые! Вон! Да... Так, подожди... А-а-а! Блин, не надо отсюда было выходить! Да что за фигня? Алло! Подожди, а где тогда? А-а-а! Противопол... Я дурак... Так, по-моему... Здесь... Или подожди... Здесь же? А ну... Тук-тук... О-о-о! Привет ещё раз! Обживайтесь! Всё прекрасно, спасибо! Помню-помню! В Риме как дома! Именно! Чем я могу помочь? Ну... Ну... Марк, можно задать тебе несколько вопросов? Руби с плеча, Джордж! Это в твоём стиле! Да ёп... С момента нашего последнего разговора ты видел Анну-Марию? Нет, но она никогда особенно не общалась с соседями. Да, я понимаю, о чём ты. Так... Ну что, Марк, очистил машину? Ох, ужасная неприятность. Не знаю, чем питались эти птицы, но пахло хуже, чем от Арчи. А грязь! Я даже не знал, что такой оттенок зелёного существует! Бывает. Ты сказал, что у тебя лежит посылка для Анны-Марии. Забрать её? Ты сошёл с ума! С какой стати мне отдавать тебе её посылки? Она пустила нас в свою квартиру. Это письмо из Ватикана. В нём могут содержаться сведения деликатного характера. Ты уверен, что не хочешь отдать мне посылку? Я обещаю её не открывать. А у дьявола есть рога? Офкорс. Так, подожди. Спасибо, солдат. Обращайся, чувак. Чувак. Хорошо, чувак. Так, а где у меня чёрная ручка, которая... Ага. Эту ручку я нашёл недавно. Тебе знакома такая эмблема? Господи, убери её. Я не могу говорить о таком в присутствии дамы. Дамы? Ага, ты Анико. Не волнуйся. Она свой парень. Сомневаюсь. Ни слова не скажу, пока она может услышать. Ты остановился на самом интересном месте. Так, подожди. Визитку какую? Кого? А где визитка? А... А, вот. Марк, пришло время открыть тебе один секрет. О, Джордж, я знал. Не переживай. Расскажи всю правду дядюшке Марку. Я сотрудник службы духовных расследований Ватикана. Работаю под прикрытием. По легенде, я отец Грегор. Вот моя визитка. Но ты же американец. Да, но я высококвалифицированный специалист. Боже. Ты должен верить мне и помочь. Это очень важно. Я работаю на самое верха. Понимаешь? На самые верха. Ты имеешь в виду? Да, я имею в виду. На важных персон? Именно на них. Хочешь быть со мной в одной команде? О, конечно. Я всю жизнь готовился к этому, поверь. Так. Привет еще раз. Эй, Марк. Посылка. Теперь, когда ты знаешь, что я сотрудник службы духовных расследований, ты можешь передать мне посылку для Анны Марии? Она под подозрением? Я не могу ответить, Марк. Но если это важная посылка, она должна быть рядом со мной в целях безопасности? Я понимаю. Держи. Спасибо, Марк. У меня есть высокопоставленные друзья. Они узнают о том, какую роль ты сыграл. Ты имеешь в виду? Очень высокопоставленные, Марк. Очень. О! О! Так. Окей. Спасибо, Марк. Так. Обращайся! Внутрь. Погнали. Так. Сколько мы там по времени? То есть... Угу. Так. Смотрим, где посылка правой кнопкой. Бумажный пакет с именем и адресом Анны Марии. Внутри нет ничего, кроме неподписанного DVD-диска. Давай посмотрим, что на DVD. И последняя новость. Вы всегда думали, что бриллиант – это лучший подарок. Пора пересмотреть отношения к золоту. Но не к тому золоту, украшение из которого дарят возлюбленным. Мы говорим об атомарном золоте. Хм. Наш специальный корреспондент в Фениксе штат Аризона расскажет об этом подробнее. Сьюзи? Боб, я здесь, в пустыне, с Рональдом Мэйнардом, удивительным человеком, совершившим эпохальное открытие. Расскажите нам о нем, мистер Мэйнард. Что? Ах, да. С самого детства мне нравились мифы об алхимии. Знаете все эти истории про то, как металл превращается в золото? Да. Поэтому я стал химиком. Ну так вот. Три года назад я искал здесь кристаллы, а нашел порошок. Белый порошок, который вел себя не так, как положено. Дело в том, что это было золото. Но оно было легким. Я провел несколько опытов. Оказалось, это золото, но совсем не похожее на обычное. Его можно использовать, чтобы летать, или заживлять раны, или для путешествий в другие галактики. Видите ли, еще египтяне упоминали о нем. О манне небесной, помните? Ну вот, ее-то я и получил. Теперь у меня есть лаборатория по его производству. Тонны золота, которым я хочу поделиться с миром. Это поразительно. Значит, мистер Мэйнард, вы бескорыстно сделаете такой огромный подарок человечеству? Что? Вы с ума сошли? Я такого не говорил. Я его продам. Я продам его тому, кто больше заплатит. Вы что, все с ума посходили? Черт, вы репортеры, вечно врут! К сожалению, наша связь с Фениксом прервалась. До следующей недели. А пока берегите себя. Значит, в Фениксе есть место, где получают странное золото? Зачем было посылать это Анне Марии? Я думаю, это связано с ее книгами. Геологические исследования Феникса. Учебники по получению и очистке металлов. Значит, Анна Мария часто летает в Феникс. И при этом интересуется атомарным золотом. Не понимаю. Я думаю, все ответы в Фениксе, Джордж. Ты думаешь, нам стоит взлетать в эту лабораторию? Поеду я. А если она там? Я передам ей твое благословение. Прости, Джордж, не удержалась. Я поеду в аэропорт. А ты что будешь делать? Искать улики, разговаривать с людьми, все такое. Будь осторожен. Я буду на связи. Стой. В Фениксе может быть крутая система безопасности. Возьми отличную хакерскую штучку. Поможет. Удивительно. Ты что, посещал вечернюю школу? Надо идти в ногу со временем, Нико. Ясно. И не переставай к монахиням, пока меня не будет. Подколола, подколола. Удар ниже пояса, Нико. Пока. Пока. Ня-ня-ня. Хе-хе. Лол. Так. Теперь нам нужно поговорить опять с Марком. Марк, Марк, Марк. Так. Марк. Дружище. Привет, еще раз. Эй, Марк. Так, подожди. Привет, еще раз. Эй, Марк. Так. Марк. Спасибо, Марк. Обращайся. Подожди, подожди, ручку. Где дать ему ручку? Так. А вот это, да? А ну-ка. Моя подруга ушла. Моя подруга ушла. Теперь ты можешь мне все рассказать? О таких вещах не говорят в присутствии дам. У вас что, совсем нет хороших манер? Есть, но я все реже ими пользуюсь. Это ручка из массажного клуба «Черная кошка» в старом городе. Это... Клуб для священников из Ватикана. Клуб для священников? Да, клуб для священников. Даже священникам иногда хочется расслабиться. А, понял. Клуб, в котором расслабляются. А ты в нем состоишь? Угу. Все важные персоны этого города состоят в «Черной кошке». Тогда откуда у Анны и Марии ручка с их эмблемой? Откуда мне знать? Ну да. Ну что, это все, что ты можешь сказать? Привет, еще раз. Эй, Марк! А, точно. Значит, ты часто бываешь в «Черной кошке»? После тяжелейшей репетиции с хором, нет ничего лучше, чем полежать на столе массажиста. Еще бы. А кто еще посещает этот клуб? А-а-а, я не стану ябедничать. Как мне его найти? Он в старом городе, на Акьяссо де Лизингаре, не пропустишь. Что еще? В «Черную кошку» принимают только священнослужителей? Нет, но сейчас так много желающих, что они очень строго рассматривают каждого претендента. Массаж не терпит суеты и столпотворения. Именно. И куда денутся священники? Понятно. Угу. Ясно. Спасибо, Марк. Обращайся! Пока. Так. Ну, значит, гоним в эту черную кошку, походу. Так. Так. Тин-динь. 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 Да направится теперь. Где он? Тин-динь. 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 Тин-дь. Так, ребятки, секунду подождите. Сейчас я подойду. Совсем пару секунд. Продолжаем. 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 Ну чё, ребята, отправляемся в Чёрную Кошку? Наведусь в клуб Чёрная Кошка. Давай. Чёрная Кокошка. Час у Дели Зингары. Видимо, это здесь. Да, места тут, конечно, прикольные. Пока что ничего подозрительного нет. А. Вот и Чёрная Кошка, да? Только члены клуба. Понятно? Вход только по членским билетам и только для священников. У нас закрытое членство. Как жаль. Я слышал, что массаж здесь делают отменно. Вас дезинформировали. Здесь хорошие тихие бани для приличных людей. Вход только по членским билетам и только для священников. Угу. А-а-а. О-о-о-о. У меня очень болит шея. Скорее впустите меня. Нет членского билета. Нет входа. Но моя шея... Я вам её сломаю, если хотите. То есть... Простите, вам придётся обратиться к врачу. А-а-а. Серьёзно? О-о-о, беготня по локациям. Ну ладно, ладно. Окей, обратно в квартиру. Пропуск, что ли, искать? А-а-а. Нет, стучимся к этому. К Марку. Подожди. Давай. Так. Привет ещё раз. Хэй, Марк. Подожди. А-а. Ага. Ладно. В смысле? Подожди. В смысле ты не хочешь? Подожди секунду. А ну, поговорить может надо? Привет ещё раз. Хэй, Марк. Привет ещё раз. Хэй, Марк. Ну, спроси. Марк, мне нужно попасть в чёрную кошку. Нужно как-то избавиться от стресса, да? А вообще-то это по вопросам внутренней безопасности. Конечно, конечно. Мне понадобится твой членский билет. Его нельзя передавать. Ты клянёшься в этом, вступая в клуб? Нарушь клятву и тебя никогда больше не впустят. Но ведь речь идёт о благополучии всей церкви. Тебе легко. Ты не знаешь, как делают массаж в чёрной кошке. Марк, что я должен сделать, чтобы получить твой билет? Извини, Джордж. Я не могу не оправдать оказанное мне доверие. Ещё что-то? Марк, что я должен сделать, чтобы получить твой билет? Извини, Джордж. Я не могу не оправдать оказанное мне доверие. Так, окей. Спасибо, Марк. Обращайся! Так, ну. Ну. В смысле? В смысле ты не хочешь? А как это сделать? Ах, что? Аааа! Блин, вот я тупой. А ну, секунду. Привет, ещё раз. Эй, Марк. Привет, ещё раз. Эй, Марк. Подожди. Спасибо, Марк. Обращайся! Ну что, Марк, наверняка тебе хотелось бы иметь такое фото. Мне нужно что-то более личное. Что-то, что словно будет говорить «Я твоя судьба». Хм. Ну окей. Здесь это не сработает. В смысле не сработает? Ты идёшь? Давай! Я подписал фотографию. По-моему, надпись достаточно нейтральная. Давай. Ещё раз. Сделали это. Привет. Привет ещё раз. Эй, Марк. Лови. Чуть не забыл. Марк, эта фотография подписана Люси. О, не может быть. Потрясающе. Она так редко даёт автографы. Что там написано? Моему лучшему поклоннику. Я очень благодарна тебе за поддержку. С любовью, Люси. Чмоки, чмоки. Чмоки, чмоки, чмоки. Чмоки, чмоки, чмоки. О, я горю от зависти. Она могла бы стать лучшим экспонатом в моей коллекции. А чем ты готов пожертвовать ради этой фотографии? Ну, не знаю. Она ведь с автографом. Ладно. А что, если я тебе отдам? Сам не могу поверить, что говорю. Это свой членский билет клуба «Чёрная кошка». Ну, не знаю, Марк. У тебя могут быть неприятности. Неприятности? Обожаю неприятности. Ну, ладно. Раз ты такой большой поклонник Люси, я согласен. О, Джордж, ты не представляешь, как я счастлив. Ну, догадываюсь. Держи, Джордж. Ещё раз спасибо. Ну. А, мы получили? Да. Он, походу, будет на фотку дрочить. Ха-ха-ха. Так. Ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Тю-ти-ти-ти-ти-ти. Давай. Погнали. Да направиться теперь. Туда, где изначально. На виду с клуб «Чёрная кошка». Да. Туда, мой друг. Туда. x на 3 4 5 приплыли мы опять так показываем визитку хорошо можете войти свали грозный дядька такс или тире 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 блякать блякать добро пожаловать в черная кошка синяя благодарю я смотрю вас тут неплохо когда себе у вас там изображение так кто-то а оставьте полотенца сеньор ну ладно так в общем ладно на этом мы наверное эту серию закончим в принципе уже попали в черную кошку если черный кон дорогу перейдет говорят наоборот если черный кон дорогу перейдет так в общем спасибо что смотрели эта серия была в принципе насыщенная интересная прикольная веселая вот довольно разнообразная да только вот стелс бесил тяжелый был тот момент но сюжет пока что вроде как вроде когда пока что интересны как они это покажут вот а да спасибо стовар что смотришь тоже казуков эмали а точнее на зрителей тоже смотрит так что всем до новых встреч спасибо что смотрели с вами был стобарт казуков эмали брокен сорт мы продолжим уже в следующий раз и либо будет финал либо путь к финалу финалочка вот так что всем до новых встреч всем до скорого всем удачи и всем пока пока что и и и и и Продолжение следует...